Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. 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 Благослови, Душа моя 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 Господи. Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простаешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочет. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг аминь. Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, сегодняшний день слышим мы с вами. Это 21 глава окончания вообще Евангелия от Иоанна. И вот этот небольшой евангельский отрывок, который мы можем слышать на всеночном бдении в субботу, один из воскресных евангельских чтений наутренне, повествует нам об, этот отрывок называется восстановление апостола Петра, его апостольском достоинстве, после явления Спасителя, воскресшего на море Тиверианском. Вот и происходит такой диалог Христа с апостолом Петром, ну и в дальнейшем с учениками. Итак, трижды Господь задает вопрос апостолу Петру, Симон Ионин, любишь ли меня ты почти всех, спрашивает вначале, а потом просто, любишь ли ты меня. Ну, здесь, конечно, мы видим образ того, как трижды апостол Петр отрекается от Христа, также трижды Господь спрашивает его об этом. И вот здесь для нас очень важно связать два таких момента, трижды спрашивает Господь апостола Петра, любишь ли меня ты. И вот в 19 стихе говорит, и сказав это, говорит ему, иди за мною. То есть идти за Христом возможно лишь только тогда, когда ты его любишь. Если любишь, то следуй за мной. Если есть сомнения, если есть смущения, тогда тот путь, который предлагаю я тебе буквально, может сказать Господь, будет и окажется тебе сложным. Как два любящих сердца готовы вместе преодолеть все те печали и скорби, которые могут выпасть на их долю. И напротив, когда в сердце человека, в человеческих даже отношениях нет любви, как скоро и быстро может распасться такой союз. Конечно, здесь я говорю о союзе между мужчиной и женщиной. То есть любовь, она может, посредством любви мы можем преодолеть многое. Идти путем, следовать, идти вместе преодолевая все, что бы не встало на нашем пути, сложности и трудности. Напротив, если этого нет. Напротив, если вместо любви, как в наше время, принят какой-то расчет или что-то иное, тогда все может очень быстро рассыпаться. Потому что любовь сама по себе не может быть по расчету. И за Христом мы не можем идти по расчету, просить у него что-то, ожидая того, что что бы то ни было, получим взамен. Или поверить в Бога, поверить во Христа, принять его как своего мессию только лишь ради того, чтобы получить для себя нечто. Как это, например, хотели иудеи, когда встречают его в Каперноумской синагоге после того, как он насыщает пять тысяч пятью кусками хлебов и двумя рыбками. Они хотели, что после этого невероятного чуда сделать его своим царем. Что это означает? То есть они хотели признать его мессией, может быть, даже и не искренне, но чтобы он давал им всегда вот такое очень легкое пропитание, такое очень, когда не нужно трудиться. Вот мы очень хорошо для себя должны помнить, что такой любви по расчету не может быть. Такой любви не может быть к Богу, если мы что-то ожидаем для себя взамен. Любящее сердце всегда помнит о том, что такого не может быть никогда. И более того, любящее сердце, оно всегда жертвенно. И вот здесь Господь говорит апостолу Петру о том, что его ожидает, предсказывая для него мученическую кончину. Он говорит о том, что ты был юн, когда ты был юн и молод, ты сам припоясывался и ходил куда хочешь. Но когда ты состаришься или когда человек состарится, уже припоясывает его другое и ведет туда, куда, может быть, ты даже и не хочешь. Так же будет и с тобой. Здесь Господь говорит ему о той смерти, которая должна постигнуть его. И вообще это задание он дает апостолу Петру. Если ты любишь, ты следуй за мной. Но помни, что ты должен будешь отдать жизнь и положить свою жизнь за то слово, которое ты проповедуешь. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Ну вот апостол Евангелий Суан здесь повествует сам о себе. Он говорит, тот, кто был на вечере, на груди у спасителя и сказал, кто предаст тебя. Это, конечно же, был евангелист Иоанн. И вот здесь апостол Петр спрашивает, а он что? Иисус отвечает ему, если я хочу, чтобы он прибывал, пока я приду, что тебе до этого? Ты иди за мною. То есть, буквально здесь Господь говорит апостолу Петру, что тебе до задания другого человека? Не сравнивай свое служение с служением другого человека. То есть, конечно, для евангелиста Иоанна было дано совершенно иное задание, совершенно другая стезя и совершенно иное служение. Я не говорю здесь о том, что он не нес апостольского служения, но я говорю о том, что евангелист Иоанн нес служение как свидетель истины. Вот он, я написал это, сей ученик и свидетельствует об этом. И написал это, и знаю, что истинно есть свидетельство это. То есть, как бы два задания дает Господь своим апостолам. Петру пасти овец, да, стада Христова и отдать жизнь за Христа. Евангелист Иоанн, как мы с вами знаем из предания церкви, он умер своей смертью, да, в отличие от всех прочих апостолов, в отличие от всех прочих апостолов. Ему Господь поручил свидетельствовать о Христе и дожить до глубокой старости. Ну вот, дальше, с 23 стиха, Евангелист Иоанн говорит, что пронеслось между братьями, что ученик тот не умрет. И с чем это было связано? Многие христиане считали, что, ну и апостолы, собственно говоря, ждали второго пришествия, что оно совершится еще при их жизни. И распространилось такое поверье, что Евангелист Иоанн, он на самом деле не умрет до самого второго пришествия, но удалился и явится тогда, когда придет второй раз на землю ради суда Господь. Но Евангелист Иоанн говорит по-другому. Иисус сказал ему не то, что он не умрет, но я хочу, чтобы он пребывал, пока приду, и что тебе до этого? Господь апостолу Петру говорит, что тебе до этого? То есть займись своим служением, на которое я тебя поставил, к которому ты открыл свое сердце. Для него открыт совершенно иной путь. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг аминь. Такими словами заканчивается 4 Евангелие, Евангелие от Иоанна. Как мы можем растолковать эти слова? Ну, буквально так, что то, что вы пережили здесь, то, что мы переживаем, читая и Священное Писание, ну, это, наверное, не что, что можно было бы сравнить с тем, что нас ожидает в будущем веке. Но об этом очень хорошо говорится, говорит апостол Павел, что не приходило на сердце, да, не видело ока, не слышало уха, то, что уготовил Господь любящим его. Не вместить миру, всему миру и написанных книг, если бы я хотел написать обо всем том подробно, говорит Евангелие от Иоанна. Такое Евангелие в сегодняшний день мы слышим с вами. Мы читали Евангелие от Иоанна, 21 главу, с 15 по 25 стих. А я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова